В эфире Дагестанское радио. С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 1 октября, четверг, в студии Светланы Саид-Гусейнова. Подготовку к празднованию 280-летия Кизляра обсудили на площадке Рия Дагестан. На вопросы журналистов ответили председатель Оргкомитета по празднованию юбилея Кизляра, заместитель председателя правительства республики Магомед Исаев и председатель Комитета Народного собрания Дагестана по аграрной политике Джапарбек Шамхалов. Магомед Исаев напомнил, что в ноябре 2014 года главой республики был подписан указ о праздновании 280-летия Кизляра. Начиная с того времени и работает наш Оргкомитет. Кизляр – исторический город, которому руководство республики всегда уделяло особое внимание, как городу-тружеников, городу-герою гражданской войны. Он был основан в 1730 году и сначала входил в состав Астраханской губернии, рассказал вице-премьер. Сегодня нам повезло возглавлять этого комитета и всем членам комиссии сделать что-то полезное, быть рядом с этим городом, вникать в их проблемы. Нам пришлось очень много сделать в этом городе. На самом деле немало нам удалось это сделать. Я думаю, что еще все впереди. Как Роман Абаджи Борянович говорит, на этом остановился не взял, потому что город Кизляр тоже в самом деле надо и до 300-летия, и дальше через каждые 5-10 лет юбилеем, мероприятием этот город готовит. Это заслуживает этот город огромного внимания. Те работы, которые сегодня мы там сделали, там фактически, когда город заезжал, он был закрыт. Да, в государственном социале мы могли его восстановить. Дальше юбилеем мы фактически там сдали прекрасный 11 окон, многофункциональный центр. Это очень такой хороший объект получился. Основное значение этого объекта, чтобы горожане, жители района, чтобы могли цивилизованно, доступно получить государственные услуги и немало их цивилизов, которые более 280 государственных услуг. И самая главная победа наша за короткое время, которую мы добились, я думаю, что мы могли приблизить горожан администрации. Мы сухого оргкомитета там проводили, мы призывали горожан. И самое главное, люди, которые занимаются коммерческой деятельностью, и сами горожан, сегодня с пониманием отнеслись к этим мероприятиям, они активно поддерживают. И сегодня буквально 3-4 дня весь город молодежь, вместе с здоровьем Курбановым и Меджиневичем, они занимаются благоустройством этого города, где, возможно, мы им помогаем, там две тротуары, и отсюда технику подает, то скорее он туда, в ближайшие районы свою технику отправит. Позже без внимания город Кизляр не оставили. В рамках встреч с жителями республики, ставшими уже традиционными, Кизляр посетил министр внутренних дел республики Дагестана Абдурашид Магомедов. Такой разговор напрямую способствует не только контакту между властью и гражданами, но и помогает значительно ускорить решение вопросов и проблем, с которыми сталкиваются дагестанцы в правовом поле. Джамиль Салимов подробнее о том, что больше всего волновало кизлярцев. На прием к министру внутренних дел Кизляре записалось более 30 человек. Желающих попасть в руководители ведомства без записи оказалось несколько раз больше. Рамазан Магомедов говорит о том, что он и его дочь без всяких оснований оказались в так называемом черном списке полиции. В РВД это объясняет причастность бывшего взятия рамазанок НВФ. Министр обещает справедливо разобраться в этом деле. Ну я попал в черный список. Как попал, участковый тоже не знаю. Один прекрасный день, он мне говорит, твою дочку вызывает сюда. Я говорю, зачем не знаю, что Аллах не знаю. Я ничего не делаю уже. Я же инвалид второй группы. Пройдет, что не травма у меня. Эта идеология, так называю, она ничего нам, кроме горя нашей республики, не приносит. Поэтому, наверное, мы так внимательны, чтобы где-то может быть этот контроль и некоторых людей, я не говорю конкретно о вашей дочери, о вас, где-то этот контроль, который есть со стороны органов внутренних дел и, может быть, поможет ей не сделать какой-то неправильный шаг. Поэтому мы обязательно разберемся. Вы мне подробные материалы доложите. Со схожей проблемой обратился и Али Нурмагомедов. Кавалер Ордена Мужества, ополченец и активный участник событий 99-го года жалуется на бюрократов, мешающих оформить документы на выделенное ему государством жилье. Но больше всего душу ему ранит ситуация вокруг сына. Мы тысячу лет здесь жили, на этой земле нашей. Никогда друг с другом не воевали, друг друга не убивали. И вот в 21 веке просвещенном мы друг друга стреляем. Вот к чему приведет это идеология. Я сейчас вас не агитирую, в этом нет необходимости. Я просто думаю, что нам надо с вами вместе сделать так, чтобы сберечь сына. Просьбы помочь родственникам, попавшим под влияние идеологов экстремизма, в этот день звучали неоднократно. Так же, как и обращения бывших работников полиции и их семей по решению жилищных проблем. Были и просьбы, не совсем подпадающие под компетенцию МВД. Адзи Аду Меджидов посетовал на запрет со стороны пограничников ловить кефаль в темное время суток. Абдурашид Магомедов пообещал обратиться в погрануправление за разъяснениями и по этому вопросу. Сборы на капитальный ремонт стали настоящим камнем преткновения между фондом капремонта и жильцами многоквартирных домов. Людям непонятна эта программа и многие отказываются брать во внимание эту новую графу в и без того обширном списке коммунальных услуг. А между тем ее нельзя игнорировать, уверяют специалисты. В вопросе платить или не платить пыталась разобраться Осията Седова. Кому платить и за что? Таково мнение большинства горожан, живущих в многоквартирных домах. С января текущего года ко всем имеющимся налогам прибавился и налог на капитальный ремонт. 5 рублей 20 копеек за квадратный метр. Многие сегодня отказываются оплачивать эту сумму, потому что уверены, эти деньги не пойдут по назначению. Виктор Дмитриев живет в этом доме 68-го года. Налог за капремонт оплатил за последние 6 месяцев и больше не собирается этого делать. Я за полгода уплатил, за полгода. Сейчас каждый месяц за 5 проходит. Но такая есть проработка у нас в России, что 80 лет уже платить за капитальный ремонт не будут. У меня исполнилось 80 лет, и я решил, что дальше я уже платить не собираюсь. Программа сложная в том плане, что ее адаптация идет очень тяжело в республике. Слабые сборы, но тем не менее уже отремонтированы 16 домов в Дербенте, 4 в Каспийске, 2 в Избербаше и 9 объектов в Махачкале. Крыши в нескольких домах по проспекту Кушинского были заменены именно на эти средства. Чтобы города производили по программе работу, нам всем махачкалинцам и регионам надо будет платить в свое время вот эту оплату. Во время реализации проекта руководство Республиканского фонда капитального ремонта столкнулось с тем, что нет общей информации о жилых домах, нет единой базы о квадратных метрах города. Это стало их первоочередной работой. Если реально посмотреть на проведение капитального ремонта в одному квадратному метру, по республике Дагестан получается порядка 18 рублей на один квадратный метр. С учетом возможностей и платежеспособностей нашего населения, правительство Республики приняло 5 рублей 20 копеек. И я должен подчеркнуть, что это одна из самых маленьких норм по России. Сегодня для прозрачности и ясности каждый дом может открыть свой спецсчет и отслеживать средства, и принимать решение, куда и сколько тратить. А вот не платить вообще – это нарушение федерального закона. Содержание нашего многоквартирного дома, все-таки точно так же, как и содержание индивидуальных частных домов, это, собственно, ложатся на наши плечи, и мы обязаны с первого дня контролировать. И вот люди понимают, берутся активно очень много сейчас, которые изъявили желание открыть спецсчета. Мы это приветствуем, оказываем любую помощь. Проблемы многоквартирного дома проще и быстрее решаются, когда участие принимают сами жильцы. И не живут по принципу «Моя хата с краю». Очередной пятый по счету республиканский слет юных журналистов пройдет в Дагестане 1 октября. Организаторы – Республиканская газета для детей и подростков «Орленок Дагестан». при поддержке Министерства печати и информации республики и Министерства образования и науки Дагестана. Его цель – формирование творческой активности гражданского самосознания детей и подростков через участие в журналистской деятельности, развитие в республике единого юношеского информационного пространства, повышение уровня преподавания журналистики в детских творческих объединениях. На слет съедутся юные корреспонденты газеты «Орленок Дагестан» из разных городов и районов республики. Руководство Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы просит дать любую информацию, касающуюся деятельности театра, с тем, чтобы можно было использовать достоверную информацию для создания книги об истории и становлении Аварского музыкально-драматического театра. Наиболее ценные документы хранятся в семьях, которые имели отношение к театру. Любые документы с благодарностью будут восприняты и использованы в ходе подготовки к празднованию 80-летнего юбилея очага аварской культуры. Дагестанские борцы вольного стиля примут участие в чемпионате и первенстве Европы среди глухонемых, которые пройдут с 14 по 15 октября в городе Тбилиси. На чемпионате Европы в составе российской сборной выступит чемпион 22-летних сурдоолимпийских игр 2013 года Бейсултан Абакаров. На юниорское первенство заявлены победители и призеры всероссийских соревнований Магомед Магомедов, Магомед Загир Мусаев, Магомед Мегадов. В данный момент спортсмены находятся на учебно-тренировочном сборе в Москве. Дагестанский гидрометцентр сообщает. В Дагестане ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 23-28 тепла, в горных районах 17-22, местами до 27 градусов тепла. В Махачкале без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 23-25 градусов тепла, температура воды в море 20 градусов. Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестан.